Продолжаем! Встречайте следующий стендап-комик Артём Вилокур! Здорово, народ! Привет! Чё, я недавно в Москве заболел какой-то чумой. Пришлось обратиться в государственные поликлиники. Ну, там же не лечит никого, вы в курсе? Ну, лечит людей в больнице. А поликлиника — это просто архив мочи и кала, всё. Ты туда с этой баночкой идёшь, спускаешься в подземелье какое-то, сука, ставишь её. Ну, кто-то хоть раз видел живого человека вообще в этом помещении? Ну, там нет никого, у меня ощущение, знаете, если резко открыть, там женщина просто выливает это всё. А что они сюда это ставят, эта кладовая? Я вам говорю, я честно очень стыдно. Ещё неловко это ставишь каждый раз, как будто какое-то странное жертвоприношение. Знаете, это пусть будет дождь, хотелось бы, конечно. Есть кому за тридцать похлопать? Есть тут? Ну, вы же вообще анализы в чём попало носили, да? В спичечном коробке. Ну, вы как жука меского несли показывать, типа, видел тут? Ну, а что вы просто в ладошках не приносили? Типа, да вот, принёс вам тут. Сейчас подождите, ещё жена подойдёт там в коридоре здороваться. Начала там, конечно, уже не поймёшь, где чьи. Не знаю. Ну, он, блин... Я, может быть, что-то не понимаю, но, по-моему, спичечный коробок не самая герметичная тара, нет? Это ещё девяностые были, понимаете? Это ж люди стопудово попадали в неловкие ситуации, понимаете? Кого-то могли принимать мусора, и он такой... Его зажимают и говорят, что в коробке, чувак, такой не надо? Вам это не понравится? Слушайте, в целом я реально... Я проходил 7 дней в поликлинику, ну, я понял, как она работает. Кто не был, объясню. Смотрите, поликлиника, она состоит из определённых этапов, чтобы ты, крестьянин русский, на каком-то этапе устал и ушёл в платное. Вот как она работает сейчас, понимаете? Первый этап – это регистратура. Если кто не был, идти необязательно. Можно позвонить, нахамят прямо дома. Очень удобная функция. Там это сумасшедшее всегда... Вот это ты звонишь на регистратуру! Сука, я так обосрался дома. Я же бахилу надел, потому что он меня видит вообще где-то тут. Я знаете, зачем звонил? Я звонил, знаете, в какой поликлинике, сука, я прикреплён. Вы в курсе? Вы не можете прийти в любую поликлинику. Ну, они не помогут, если вы не по адресу. Ну, сука, что это за врачи? Какую они клятву гиппократу есть? Клянусь лечить людей, которые живут на улице Ленина. Ну, я звонил, знаете, говорю, в какой поликлинике я прикреплён? Она мне такая, а я откуда знаю? Я говорю, а мне что делать? Говорит, ну, звони в другую поликлинику, понимаете? Ну, проходишь регистратуру, если вы отчаянны, идёте дальше. Дальше второй этап – это бесконечные очереди, сука. Я не понимаю, недолго нас будут разводить, что она электронная? Ну, там бабки сидят, вы видели? Ну, там вот этот последний оплот сопротивления сидит. Нас терминатор никогда не захватит, понимаете? Ну, я не знаю, в целом, самое бесячее, знаете, что может случиться с вами в очереди – это разрядился телефон. Ты как раньше. Сидишь такой… Время. Знаете, когда тебе всё интересно сразу вокруг… А что вы все в телефонах такие деловые сидите? Ты всё обсмотрел, сразу вот эти плакаты вот эти нарисованные от руки. О-о-о-о! Видели вот эти весёлые шприцы вот эти? Если вы проходите этот этап, очереди дальше вас ждут. Следующий этап – это врачи. Это самый неприятный этап, потому что ты только на этом этапе понимаешь, что всё это было бессмысленно. Я захожу, и там врач, он мне говорит, открывайте горло. Я открываю, и он такой, ну, горло красное. Я говорю, это из бесплатного всё? Ну, халат белый, мы в какие-то ассоциации играем или что? Ну, у меня было ощущение, что мне вообще хотят сделать хуже, понимаете? Мне там брали кровь, мне чувак там три раза руку проткнул, а на четвёртый просто голову поднял, такой… А вы можете не смотреть? Я уже, знаете, больше рассчитывал, что он халат себя снимет, рядом ся и такой… Ладно, давайте уже врача подождём. Хотелось что-то помочь, не получилось. Ну, я ушёл в платное. Вы были в платном? Кто-то ходил лечиться в платной клинике? Ну, это же другой мир. Там, если что, нет регистратуры, где тебя хамят. Там есть ресепшн, где тебя в уши льют жёстко, знаете? Когда заходишь, там эта девочка увидела тебя на ресепшне и такая… О-о-о-о… Ну, вам, конечно, придётся делать МРТ всех ваших родственников. Ужасно. Я, в целом, знаете, там… Там к людям по-другому относятся. У меня было ощущение, что люди, в целом, приходят в платное не за лечением, а за нормальным отношением к людям. Понимаете? Там людей клиент называют. Клиент, врубайтесь. Клиент. Они как в поликлинике. Пидорас. Это ненормально. Ну, потому что клиент, он принёс деньги. Понимаете? А пидорас, он болезнь какую-то принёс. Посмотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Не пускайте его. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я подумал, может, в этом проблема. Ну, называйте у людей, ну… Ну, в поликлиниках клиент. А потом я вспомнил, что это глупая идея. Потому что я проходил практику в поликлиниках, и там… Честно, они лучших людей там так называют, знаете… Знаете, кого в поликлиниках клиентами называют? Когда бомжа вонючего привезли. Говорят, Люда, иди там, по-моему, клиента к тебе привезли. Весь в анализах. Что надо тебе? Ну, я не понимаю, куда мне идти лечиться, понимаете? Мне надо куда-то идти. Там меня обманывают, там меня не хотят лечить. А мне… Мне нужно просто куда-то ходить лечиться. Я больной. Я… Ипохондрик. Я сейчас чем-то болею. У меня бок болит. Это рак бока, да, получается? Что это? Я всегда кошмарюсь. Я иногда даже какое-то время, прикиньте, джинсы подворачивал не для красоты, а на случай экстренного ЭКГ. Мало ли что, там, чтобы быстро люди зацепились. Время, знаете, оно ценное. Там каждая секунда на счету. Надо грудь еще побрить, а то эти не присасываются. Не хотелось бы, сука, с этой формулировкой умирать. Да у нее что, грудь волосатая была. Как и мы, как… В этом пиджаке его и похоронили. Слушайте, я… Слушайте, я… Ну, я реально сумасшедший. Я вам расскажу. Самое страшное, что было в моей жизни, мне один раз в ухо залетела муха. Я, сука, на панике то еще протолкнул, поймал. И меня привезли в пол второго ночи в больницу, что очень важно. Это значит, что муха не успела там насрать, потому что повезли бы в поликлинику тогда, да, для анализа. Короче, я захожу в регистратуру пол второго ночи, я захожу, там одна женщина сидит, и я подхожу, и она такая, что-то случилось? Я на нее смотрю и думаю, а мне как это вслух говорить? Я такой, ну… Муха залетела в ухо. Я смотрю на ее глаза в пол второго ночи, и там четко видно, что она хотела бы услышать, сука, вторую часть этой басни. Муха залетела в ухо за ней, жучок? Цокотухин мужичок, ты накуренный либо? В итоге меня забирает врач, и мы идем с ним по коридору, он такой, что случилось? Я говорю, я вслух второй раз это говорить не буду, можете спуститься в регистратуру, вам там все скажут. Когда мы зашли в кабинет, и врач заглянул в ухо, я услышал самое страшное в жизни от врача, он заглянул в ухо и такой, а мухи нет. Я такой, продолжаем искать, там что, перерыв? Буду через пять минут или что? Я вам отвечаю, я был уверен, что когда он посмотрел в ухо, ему муха оттуда сделает… Все, народ, спасибо большое, очень крутая публика, пока! Добро пожаловать на вызов, суператлеты! 12 звезд Приехал только за победой, я по жизни победитель И 12 интеллектуалов Я молекулярный биолог, у меня три высших образования Станут напарниками Кто из них пройдет все испытания и выиграет 10 миллионов рублей в новом проекте «Вызов» Я не знаю, у Калина! 15 октября в 2 часа дня Девиз нашей программы «Да на тебе пахать надо!» На ТНТ